Добрый день, дорогие друзья! Юлия Север, думал, сам представишь. Сегодня у нас летнее настроение, лето, я предлагаю провести в стиле джаз, в стиле блюз. Ты не против? А вот как ты относишься к блюзу? На самом деле, мне нравится такая музыка, люблю что-нибудь такое непонятное, загадочное, но в том же смысле такое глубокое. Да, в блюзе, конечно, есть загадка, но давай представлять наших музыкальных гостей. И, собственно говоря, эфир мы назвали так, очень необычно, тема эфира. Подкинем дров, ну, я думаю, что зажгем, действительно будет у нас весело, жарко, зажигательно, потому что сегодня у нас в гостях группа «Дрова». Здравствуйте, уважаемые друзья! Представим, давайте всех поименной. Добрый день. Ну, Коля уж сказал «добрый день», Алексей у нас. Знакомьтесь, приветствуйте, Алексей Дьяков, музыкант, басист. Здравствуйте, Алексей. Нет, в данном случае я не со своим инструментом. Но в данном все равно. Классический формат. Хорошо, замечательно. Рядышком расположился Глеб Юшков, гармошка, музыкант. У него там целый арсенал вообще гармошек. Не думала, что так много вообще бывает. Я думала, что она одна единственная, и на ней нужно как-то все играть. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. Прекрасная, замечательная Ольга Бусова, вокалистка, замечательная девушка. Сейчас слышали, как она поет. Это что-то нечто. Я думаю, все вы услышите и уже ждете. Ну, и рядышком с Алексеем расположился Виктор. Виктор Щербенков, гитарист. Да, потеряла. Доброго дня, доброго дня. Ну, просто запомнить наши два Виктора здесь в студии. Хорошо, два Виктора, ну и общаетесь, два Виктора. Что ж, хочется вам такой вопрос задать. Первый. Группа «Дрова». Как давно на музыкальном рынке города Самара? С 2007 года примерно. Угу. Ну, соответственно, я пришел туда позже. Я с ними сколько? Три года получается, да? Два. Я не считал, примерно, да. Опять же, выражение «музыкальный рынок». Я не хотела сказать, что это не то слово, оно нас не касается. Музыкальная площадка города Самара. Да, площадка. Площадка. Пусть были так. Площадка, пусть были так. Нет, ни в коем случае. Поскольку то, что мы делаем, мы делаем как хобби. То есть у нас серьезная вокалистка с дипломами, по-моему, только Ольга. Нет, да, Даша тоже. Да, Даша, Даша. А мы, в общем... Так, я сейчас получаю команды наших режиссеров, то, что у нас Ольгу не так хорошо слышно, поэтому, если возможно, чуть-чуть поближе к микрофону, да. Ольга, сегодня у тебя вечер с Ольгой, даже разговоры в микрофон. Поэтому разговоры в микрофон. Сколько лет, получается, уже группа? Семь или восемь? Я просто... Я там всего четыре года. Восьмилетие. 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 А насколько я знаю, у многих из вас есть дети. Вот как вам удается совмещать? Вот это, наверное, больше вопрос к Оле, потому что я знаю, что у нее целых двое детей. Как тебе удается совмещать карьеру, творчество, при этом еще заниматься музыкой и семью, конечно? Мне муж помогает. Это огромное спасибо. Если бы не его помощь, я думаю, что, наверное, вообще было невозможно этим заниматься. Потому что, когда у тебя есть двое детей, все равно это выходит на первый план. Ты не можешь их бросить. Ну и, опять же, социальное осуждение. Что ты... Ты же мать! Какие песни! Иди, занимайся детьми. Я сейчас придам Ольгу. Она приходила с дочерью с младшей на репетиции. Ты просто их путаешь. Я их приношу. Ты не запоминаешь их лица. Я приходила и с тем, и с другим, и с мужем, и с двумя. И на выступление тоже. И когда дети кричат сзади, сидят у папы на спине, это моя мама поет, ура, ура, это моя мама поет. Он мне потом показывает фотографии, это просто бальзал. Я помню факт такой, когда ты даже кормила. Между выступлениями. Между выступлениями. Между выступлениями был такой. Перед выходом на сцену. Леб, а чем вы занимаетесь в жизни и с чем вы совмещаете творчество? Я, ну, я занимаюсь в службе быт, реставрирую обувь. Интересно, как. И как ваши коллеги относятся? Слушайте. Как ваши коллеги относятся к вашим увлечениям? Там цех такой сидят, люди реставрируют. Ну, приносили ему обувь. Ну, Глеб, тут такое дело. Последние ботинки в безуме. Там церкви иногда приносят прям пакетики. Передают без цветов, я так понимаю, обувь. Между песнями я там шью, наверное. Он очень хороший мастер. И люди разных профессий. И заметьте, это не реклама. Хорошо. Оль, а вы, к примеру, только музыка в вашей жизни? Либо еще какая-то... Закончила мед, но сразу ушла после института в декрет. И получается, все годы, что я в декрете с двумя детьми, лет пять получается, вот я все пою, пою. Скоро выходить мне на работу, и там уже покажут, как я буду совмещать, смогу ли я совмещать. Надеюсь, что смогу. Но профессия врача – это ответственная профессия. И пока я не знаю, как это будет. Но мне кажется, все, что делается с музыкой, все делается успешнее, намного проходит. Поэтому ваши пациенты будут здоровы гораздо быстрее, если вы будете им что-нибудь такое эдакое петь. Хорошо. Алексей, к вам вопрос. Ну, собственно говоря, что есть еще в жизни, кроме музыки? А в ней есть что-то еще. Ага, хорошо, ладно. Нет, на самом деле я сейчас... Сейчас я преподаю в школе, опять же, музыку. До этого я работал в СМИ. У меня тоже есть жена, у меня тоже есть дети разных возрастов. Вот, младшему пять, дочери двенадцать. Но, судя по всему, вы тоже успешно совмещаете и семейную жизнь. Я отдал дочь музыкальную школу, нам есть о чем поговорить, так здорово. Хороший ход. С сыном пока вот я работаю над этим. Леша преподает игру на гитаре и на ба. На барабанах. На барабанах даже. Да, то есть вот учу детей стучать в африканских барабанах. Не знаю, проклинают ли меня их родители, но детям нравится. Виктор, а вы чем занимаетесь, помимо музыки? Основная моя работа – это программист. Ну, а музыка – это хобби. Такой контраст. Такая не творческая почти профессия, и творческая профессия. Да, ты представляешь, как люди разных профессий, разных вообще каких-то, может быть, образов жизни объединились в одной группе. В этом составе как давно? Ну, вот где-то порядка. Ну, год. Алексей вот три года. Я пришел, вот. Я полусторожил. Полусторожил. Да. То есть вы еще помните, как начиналась пробиваться группа? Ну, я встретил их где-то, наверное, в восьмом году. Они выступали на одной площадке. Меня заинтересовала игра Виктора. То есть зацепила. И я пришел посмотреть, думаю, что это за команда такая. Ага, здраво. И был сейшен в одном клубе. Он уже почил в бозе. И я попросил, говорю, давайте, ребят, с вами сыграю пару вещей. Да давай. Ну, и как тут так и задружились. А потом пришел поиграть. Ну, надо сказать, что с приходом Глеба у нас группа как раз двинулась больше в сторону блюза. Потому что до этого мы пытались сделать какой-то арт-рок. У нас были еще свои композиции на русском языке. И сейчас мы этим практически не занимаемся. Мы именно стандарты блюза стали играть больше в эту тематику, углубились. Мне кажется, необходимо уже нашим телезрителям понять, собственно говоря, о чем идет речь. Быть может, что-нибудь нам сыграете? Споете? Натралгумом. Хорошо. Так, ну а вы, дорогие телезрители, прибавляйтесь в вашу телевизору, потому что сейчас будет очень красиво. И мы уже оценили, что вокал действительно потрясающий. Как и игра. Здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind You will make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman When my soul was in the lost and found, you came along to claim it I didn't know just what was wrong with me, till your kiss helped me name it Now I'm no longer the poor, what we're living for, if you make me happy I don't need to do more You'll make me feel, you'll make me feel, you'll make me feel like a natural woman Oh baby, what you dare to me, you make me feel so good inside And I just want to be close to you, you make me feel so alive You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman You make me feel, you make me feel Спасибо большое, огромное, это действительно что-то потрясающее Аплодисменты, конечно, я думаю, можно Я думаю, наши телезрители тоже сейчас поаплодировали Наши телезрители поаплодировали и ждут уже, собственно говоря, розыгрыш призов Да Мы же в прямом эфире, 202-122 Этот телефон всегда доступен для вас Можете звонить, задавать свои вопросы нашим гостям Общаться с нами, высказывать, передать привет И все это возможно, потому что мы, опять же, напоминаем вам в прямом эфире Кроме этого, сейчас как раз разыграем вам два билета на двоих На спектакль «Герострад», что будет в театре «Самарская площадь» 19 июня Вопрос звучит... Вопрос звучит следующим образом В каком году увидела свет песни «Литл Вилли Джона Фивер»? Ну, я думаю, песня достаточно известная И все ее слышали и неоднократно в разных обработках И в оригинальном исполнении, возможно, кто-то слышал Итак, повторю еще раз вопрос В каком году увидела свет песня «Литл Вилли Джона Фивер»? Свой правильный, я уверен, обязательно будет правильный Свой правильный ответ Передавайте нам по номеру 202-11-22 Ну и, конечно же, расскажите вообще Какую музыку любите? Какое музыкальное направление предпочитаете? Что слушаете, когда, к примеру, едете за рулем Либо, не знаю, в наушниках у вас играет 202-11-22, телефон всегда ждет ваших звонков Тут уже что-то пытались наиграть Все Отлично Ну, я думаю, телезрители сразу поняли, о чем идет речь Подсказочка, да, чтобы такая была подсказка Хорошо, хочется спросить Ну, после такого замечательного исполнения Ольги Всегда ли у группы «Дрова» был женский голос? Нет Мужской голос, отвечай за группу «Дрова» Ну, до того, как мы встретились, познакомились с Ольгой У нас был еще один эксперимент с женским вокалом Это Елена из группы «Малефик Хаос» Мы пробовали с ней какой-то проект сделать Но немножко у нас там не получилось И долгое время основным вокалистом у группы был я То есть основной наш репертуар там И остается вообще-то То есть базовый как бы репертуар Это исполняю я Вот А у нас вот две девушки Ольга И я надеюсь, вы еще сегодня с Дашей познакомитесь Познакомимся обязательно И наши зрители познакомим Это наши замечательные девушки Которые, у них свой репертуар Мы специально для них разучиваем песню Удивительная группа, в которой три вокалиста И каждый поет что-то свое А такой вот серьезный вопрос Что вас отличает от других самарских групп блюзовых? Возможно, это инструментальная обработка Возможно, это вокал Возможно, это все вкупе Что вот делает Что возвышает вас в самарской музыке? Самый возвышенный из нас кто над самарской музыкой? Ну, это немножко неправильная формулировка Я бы не сказал, что мы возвышаемся на стаду Хорошо, что отличает? Прежде всего, права, название Да, да, да Которые мы все время пытались поменять На самом деле, игра на гитаре Это то же самое, что и почерк То есть детей всех учат писать Все сидят за одинаковыми прописами Почерк замечали у всех Слушайте, мне кажется, это можно какой-то афоризм уже записать Очень интересная мысль Хорошо, дарю Вот, и ровно то Даже одна и та же вещь В исполнении разных музыкантов Звучит совершенно по-разному О чем, собственно говоря Вся система блюзовых каверов То есть каждый вкладывает в песню какие-то свои вещи Одна и та же вещь может у кого-то звучать Совершенно трагической У кого-то практически шуточной Для меня это в какой-то момент, когда я только на Сулу Педрова начал работать Было просто открытие То есть послушал просто одну композицию у разных исполнителей Это разные вещи При слове, что это одна и та же песня Да, настроение в тени пирамид И поэтому Каждая группа сама по себе Да, мы Даже те группы, которые играют Строго каверы Один в один Если вы были на наших мероприятиях Битл-ассоциации Видели, да То есть люди играют Битлз Играют их так, как играли Битлз Все равно каждая группа играет Битлз по-разному И не так, как делали это они И здесь то же самое То есть человек, во-первых Мы, во-первых, выбираем вещи, которые Созвучны, наверное, нашему настроению Нашему музыкальному пониманию Я думаю, вопрос ставит в том Какое оно, наше музыкальное понимание Для этого надо послушать репертуар группы Драла А можем ли мы что-нибудь еще исполнить? Что-нибудь такое? Да, мы сейчас еще исполним один классический блюз А вот к вопросу о том Кто, чем отличается, от кого отличается Вот как, может, в одной группе В блюзовой группе Наверное, потому что она блюзовая Поэтому тут и три вокалиста Вот как, может, в одной группе Соединиться три исполнителя У нас было даже такое, что мы с Дашей Пели одну программу Потому что мы от одного педагога То есть нас вырастила Юрковская Ирина Викторовна И тебя тоже Тоже поет ведущий наш И он поет Вот такие вот Сегодня не получится, к сожалению Так что мы дети одного педагога И у нас с Дашей были общие песни в репертуаре Но мы их совершенно по-разному исполняем И из-за того, что мы настолько разные Мы не можем петь в дуэте То есть Самодостаточные, полноценные, собственные взгляды Уже настолько выросли девочки Но ни в коем случае не конкуренция? Ни в коем случае Что каждой девчонке Каждому исполнителю Я Викторов тоже заношу в ту же корзину Есть что сказать И в одной песне как раз человек может донести Свою мысль, свой посыл Поэтому каждому хватает места И идет развитие То, что я пела год назад Мое отношение к этому Это как перечитанная книга Когда ты читал ее в 12 лет в школьной программе Потом ты ее прочитал в 26 лет Потом ты ее читаешь в 50 лет И та же книга Ты ее воспринимаешь по-другому совершенно Также здесь происходит рост Тем более возраст разный Ребята подбрасывают какие-то материалы, темы И они свое отношение накладывают на эти темы И ты уже не только своими глазами Ты и глазами смотришь на эти вещи Ребята очень замечательные А теперь Играем Песня Какое отступление Ты играешь Играем 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо огромное! Субтитры сделал DimaTorzok Людмила, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как относитесь к музыке? Какое музыкальное направление? Предпочитаете? Здравствуйте. Ну, я очень люблю классическую музыку и, конечно, рок. Рок. Хорошо, интересно, замечательно. Ну, что ж, знаете ответ на наш вопрос, который мы задавали буквально? Да, знаю. Итак, в каком же году увидела свет песни Little Village on Fever? Ну, песня записана в 1956 году. Абсолютно верно. Я вас поздравляю. Два билета на спектакль Герострад достаются вам. 19 июня вы отправляетесь в театр Самарская площадь. Ну и, надеюсь, приятно проведете время. Спасибо большое вам за звонок. Мы знакомимся с репертуаром группы «Дрова». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, напоминаю вам, что вы смотрите программу «Универсальный формат». Как всегда, мы в прямом эфире. 202-1122. Телефон, по которому вы к нам можете дозвониться. Ну и у нас сегодня в студии жарко. Действительно, группа «Дрова». Прекрасные исполнители, прекрасные музыканты. И, кстати, новый гость. Виктор, представляй. Кто же у вас? В гостях у нас новая вокалистка, вторая вокалистка группы «Дрова» Дарья Селезнева. Здравствуй, Даша. Добрый день. Даша, давно ли ты в группе «Дрова»? Ой, я, наверное, второй год идет. Второй год. Не обижают тебя? Нет, не обижаюсь. Все отлично. Мне очень нравится. Я чувствую то, что я развиваюсь с этой группой вместе. У меня появилось много новых песен. До этого у меня был репертуар поменьше. Но я постаралась. Росту. Ребята мне в этом помогают. Оля мне тоже в этом помогает. Оля уже сказала, мы от одного преподавателя. Да, действительно, мы в офисе. Я тут одного преподавателя выходила. Так что, какие-то замечания принимаю к сведению. Какие-то новые вещи для себя нахожу в репертуаре, в песнях, в исполнении. Друзья, подскажите, пожалуйста, были ли у вас гастроли в другие города? Часто ли вы ездите куда-нибудь? Вообще, география ваших выступлений. Ну, она не настолько далека, как хотелось бы. Ну, только Самара, либо хотя бы область. Вот в видеосюжете был эпизод из наших гастролей в Чапаевске, например. Гастроли в Чапаевске, как звучит? Чапаевск, Тольятти, Сызрань. Ульяновск. Ульяновск. На самом деле, в Чапаевске был, на самом деле, значительно интереснейший кусочек, который попал в видео, поскольку там мы попробовали выступать с джазовым оркестром. У нас был такой вот опыт. Не скажу, что все прошло идеально гладко, но это серьезно. Чувствуешь себя таким, что ты приехал из столицы сыграть в Чапаевске. Ну, в Чапаевск, да. Хорошо. У нас есть, кстати, коль заговорили о джазе немножечко, у нас есть второй вопрос для наших телезрителей. Звучит он так. Кто автор высказывания джаз, это когда пять парней играют одновременно разные песни. 202-11-22, ответите верно, получите два билета на спектакль «Колумба», театр «Самарская площадь», который пройдет в эту субботу, 20 июня. Очень, кстати, интересный спектакль, интеллектуальная комедия, которая, ну, по крайней мере, я вам советую. Доверяйте моему мнению, ну, отправляйтесь, а точнее, давайте быстрее звоните к нам и отгадывайте, кто же автор высказывания. На самом деле легкие достаточно, я думаю, для тех, кто увлекается джазовой музыкой, не составит. Ну, мы, знаешь, мы же любим своих телезрителей, поэтому практически дарим вам всегда билеты, какие-нибудь замечательные призы. Хочется спросить у вас, вот два года, как долго сыгрывались? И вообще, есть ли у вашей группы понятия, вот, сыграться, спеться вместе? Либо как-то вам везет, что люди приходят близкие по духу, близкие по музыкальным предпочтениям? Нет, нам не всегда везет. Бывает так, что человек приходит, мы какое-то время с ним работаем и расстаемся. То есть, вот этот момент сыграться, да, вместе, это все-таки необходимо? Это важно, да. Это важно. Очень важно. Могу рассказать от себя, когда я пришла на первую репетицию, меня привела Оля в группу, я пришла, спела одну песню, мне было очень страшно. Такой кастинг, да, сад? Да, но мне очень понравилось петь под живую музыку, учитывая то, что раньше я эти песни только исполняла под минусовку на конкурсах, в том числе международных. И было очень интересно, вот, не знаю, может, ребята со своей стороны расскажут, как это выглядело. Ну, она мужественно справлялась со страхом, я помню этот момент. А то, что работать вживую и работать в записи, я думаю, как вот работники телевидения, вы понимаете, что такое прямой эфир, что такое запись. Примерно то же самое, вот, работа под минусовку. Здесь ты знаешь, что все, вот у тебя есть вот эта вот фонограмма, ты работаешь под нее, тут вокруг тебя живые люди. При всей нашей, скажем, скромном мастерстве, при всех привычках, у нас могут быть какие-то мысли, у нас могут быть какие-то вещи, которые занимают нас помимо того, что мы в данный момент играем. И, может быть, все самое неожиданное, то есть, один человек может сделать какой-то ляг, допустить. Вот представьте, что этих парней пятеро, да? И один из парней девушка. То есть, вероятность... И все играют разную музыку. Разную музыку. Да, одну музыку, но думать при этом каждое о своем, ну, в этом, наверное, особо интересно. Это надо уметь, это надо слышать, слушать. Слушать друг друга. В общем-то, ради этого мы и собрались. Поскольку мы играем не ради денег и коммерческого успеха. А как вам самарская публика? Приходят, вам нравятся? Вообще любят ли Самара влюз? У нас очень много своих постоянных фанатов, которые... Ну, как не фанатов, это можно даже назвать наши друзья, которые присутствуют на каждом нашем концерте и всегда нас поддерживают. То есть, очень приятно видеть то, что к этим людям добавляется еще новое. Например, у меня... Многие друзья не слушали такую музыку. Но пару раз, когда были на нашем концерте, их заинтересовало такое направление. То есть, блюз, что-то от джаза. Начали чаще посещать наши выступления, слушать, смотреть, как мы развиваемся. Такой вопрос. У нас действительно Самара, она такая музыкальная, можно сказать. Но у нас много фестивалей бардовской, да, песни всем известные. У нас есть какие-то рок-фестивали. А именно ваша музыка? Есть ли площадки в нашем городе, не знаю, какие-то фестивали, опять же, какие-то конкурсы? Чтобы специально заточенных блюзовых нет. То есть, у нас были подвижки. Мы пытались создать такое блюзовое место. Раскачать. Раскачать, да. Раскачать. Пока оно качается, его надо все время подталкивать. Ну, хорошо, что у нас есть группа «Дрова». Давай напомним, может быть, вопросы нашим телезрителям, потому что как-то долго не звонят, а вопрос все-таки легкий. Ну, давай, напоминаем. Кто же автор высказания джаза? Это когда пять парней играют одновременно разные песни. 202-1122. Звоните, задавайте вопросы гостям. У нас сегодня очень интересные гости, которые играют в блюз «Группа «Дрова». Ну и, конечно, отвечайте на этот простой вопрос. Ну, а пока, может быть, наши телезрители как-то думают, гуглят, опять же, возможно. Да, что споешь нам что-нибудь из своего репертуара. Не, репертуара группы «Дрова». Так, мы все что берем? Дрова? Давай, с простенького. Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо. Да, действительно, как говорили в начале, собственно, сами ребята, две вокалистки и действительно разные вещи, разный подход, но ни в коем случае не хуже, не лучше. Это действительно просто разное, очень интересно. Вы мне очень понравились, ребят. Я лично с вашим творчеством сегодня здесь на эфире познакомилась впервые, ну, переподготовка, конечно, и действительно, искренне вам говорю, вы очень клевые, вы очень классные, и ваша музыка замечательная. Кстати, есть ли споры вообще, как подбирается музыка, репертуар? Конечно. Очень ожесточенные споры. Да, драки бывают. Да ладно. Ну, так словесно. Словесно, драки. Начинаем выяснять, кто ты такой, а кто ты такой. Из какого района, да? А кто все-таки больше... Как договариваете между собой? У нас есть профессор. Решает профессор. Да. Ну, в основном. Он утверждает. Ну, просто вокалисты притаскивают, что я хочу петь эту песню. Он говорит, нет, эту песню петь не будем. Ну, хорошо, тогда приезжаем в другую песню. Тогда вот эту. Такой стол отказов получается. В какой-то момент мы попадаем в конкурент, хорошо, пойте эту. Убедить надо. То есть начальником, можно сказать, является Юрий, который играет на ударных. У вас с таким авторитетным мнением. Ну, вот слово начальник, опять же, как рынок, я говорю, но авторитетом, безусловно. Авторитетом. Ну, у нас остается буквально читанные секунды до конца эфира, а нет ответа от нашего телезрителя. Ведь, может, вы знаете, кто же автор высказания джаз? Это когда пять парней играют одновременно разные песни. Не мылз, не знаю. Нужен звонок другу. Мы именно играем. Не доиграйте. Здесь джаз, здесь блюз. Хотя и с элементами джаза, простите. Что ж, ну ладно, оставляем тогда под вопросом этот вопрос. Вам спасибо, что были у нас сегодня в эфире. Желаю вам побольше творческих споров все-таки, потому что в них рождается, как говорится, истина, и рождаются красивые песни и красивая музыка. Договорились? Спасибо. Большого творческого будущего. И надеюсь, Самара действительно будет любить блюз. Спасибо большое. Ждем на концерт. Понравилось? Конечно, я всегда люблю хороший вокал, а тем более, когда этот вокал сочетается с потрясающей музыкой, всегда доставляет удовольствие. А тебе? У меня замечательно, просто-напросто замечательное настроение, замечательный день. Я думаю, сегодня мы задали вам все-таки такой замечательный ритм. Спасибо вам большое. Программа «Универсальный информация» с вами прощается. До новых встреч.